Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу с вами поговорить про корейскую косметику с сайта Style Korean. Style Korean, если кто не знает, это сайт с корейской косметикой. Там есть и уходовая косметика, и декоративная. И там постоянно происходят какие-то скидки и акции. И можно урвать практически что угодно, любое средство, которое вы хотите, по очень хорошей и приятной цене. Итак, сегодня у нас будет очень много средств в программе. И давайте, пожалуй, начнем со средств бренда Heimish. У меня от этого бренда есть три средства. Первое из них это, конечно же, All Clean Balm. Те, кто давно сидит на моем канале, вы уже, наверное, знаете, что у меня уже была такая балочка, она уже успела закончиться. Я очень люблю этот гидрофильный бальзам. Чем он хорош? Во-первых, он хорошо очищает макияж. Он снимает и обычный макияж, и водостойки, и при этом вам не нужно тереть свою кожу как наждачной бумагой. Во-вторых, данное средство не образует пленки, оно легко и быстро смывается, оно экономно. Привет, кот! Пока, кот! Пока, кот! Это средство экономно расходуется, и у него очень приятная отдушка, пахнет, знаете, очень тоненько, нежно и ненавязчиво леоном. Также еще одним плюсом данного средства является то, что у него здесь есть защитная крышечка и лопаточка. Соответственно, вам не нужно лезть в это средство пальцами, и это очень и очень удобно. Единственный минус данного бальзама заключается в том, что он все же достаточно дороговат. В остальном, лично для меня, это средство абсолютно идеальное. А вторым средством от бренда Хеймеш у меня являются вот такие патчи с болгарской розой. Опять-таки, тот, кто давно сидит на моем канале, тот знает то, что у меня хорошая кожа под глазами. И, как правило, из-за этого на мне патчи не работают. Практически никакие. Я пробовала петит фи с золотом, с черной жемчужиной, в общем, разные улиточные патчи я тоже пробовала, но не работают. Просто нет никакого эффекта, что ты наносил патчи, что не наносил. Но именно из-за того, что на мне обычно нет никакого эффекта, поэтому особо ценной является информация о тех патчах, которые на мне все же сработали. Первые патчи, которые на мне работали, это были патчи от бренда Tukul Fuskul, кокосовые. И вторые патчи, которые на мне сработали, это вот такие патчи от бренда Хеймеш с болгарской розой. У этих патчей невероятно приятный запах розы. Они вот такие красивенные, розовенькие, с блестяшечками. Просто невероятно милые патчи. И, как видите, у меня уже закончилось полупаковки. Данные патчи придают коже свежесть. Они ее высветляют, подтягивают. Они придают коже более здоровый и отдохнувший эффект. И кожа прямо-таки сияет. Действительно, зона под глазами преображается буквально после одного применения этих патчей. И это безумно круто. Я эти патчи, как правило, использую, когда я хочу выйти куда-то без макияжа. Когда мне нужно, чтобы кожа выглядела сама по себе очень красиво. И еще одно средство от бренда Хеймеш. Это крем с болгарской розой. Он называется Bulgarian Rose Satin Cream. Очень красивый крем. Вы только посмотрите на его упаковку. Я ее сохранила. Сейчас я вам пущу картиночку по экрану. Насколько это красиво. Я называю этот крем произведением искусства. Потому что она лишь упаковка. Это действительно произведение искусства. Настолько это красиво и дорого-богато смотрится. Сам крем просто невероятно пахнет болгарской розой. Если вы фанат болгарской розы, то данное средство для вас. А финиш у данного крема сатиновый. И в этом-то его, кстати, отличие от большинства других кремов. Обычный крем дает эффект обычной кожи. А этот крем, он именно подсвечивает немножечко кожу. Это очень красивый эффект. Именно для людей, кто ходит без макияжа. Или же для тех, кто, например, использует более матовые тональные основы. И кто хочет, чтобы кожа все-таки была не наглухо матовой. В общем, очень красивый эффект у данного крема. Он кожу питает, он ее увлажняет. Он делает кожу очень мягкой и приятной. Как будто бы кожа ребенка. И при этом он делает сатиновый финиш. Просто обалденное средство. Мне очень понравился данный крем. Но он тоже, естественно, не без своих минусов. Главный его минус заключается в том, что все же для сухой кожи, на мой взгляд, у него недостаточно питания. И также запах. Это как его плюс, так и минус. Люди, кто не любит яркий запах косметики, то те люди, скорее всего, будут очень недовольны данным кремом. И тем, скорее, его не нужно вообще покупать. Дальше я вам покажу вот такой вот наборчик средств бренда с непроизносимым названием. Пожалуйста, если кто-то знает, как произносится это название, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что я смотрю на этот бренд, и я вот просто вот взрыв мозга, как же это прочесть. Так вот, у меня здесь три средства от данного бренда. Это мист тонер, это питательный крем и это увлажняющая сыворотка. Чем вообще интересен данный бренд? Данный бренд специализируется на уходе для чувствительной кожи и также для кожи, страдающей различными кожными заболеваниями. Также у данного бренда нет воды в составе, не в том плане, что там какая-то хрень в составе, а именно воды. Такого ингредиента, как вода, у них нет. И также у них очень короткие составы, примерно из 5-6 компонентов. Так вот, мист тонер. Очень приятный тонер, мне он очень понравился. У него хороший распылитель, по крайней мере, мне такой попался. Он действительно дает увлажнение коже, он нежно ложится на кожу, быстро впитывается и в целом не вызывает никаких неприятных ощущений. Просто отличный тонер, которым можно как сбрызгивать лицо для того, чтобы выровнять pH-баланс. Также можно его наносить перед макияжем, также можно им освежаться в течение дня. Просто потрясающий тонер. Следующим в данном наборе был вот такой вот питательный крем. Данный крем, он скорее все же питательный тоже, нежели чем увлажняющий, но при этом увлажнение здесь тоже очень-таки хорошее. Данный крем, он достаточно плотненький, но при этом он быстро впитывается. На самом деле, к этому крему у меня осталось смешанное впечатление. С одной стороны, он действительно хорошо увлажнял и питал кожу, но с другой стороны, он не сделал ничего сверхъестественного. Вот знаете, я бы называла этот крем хорошим базовым кремом, который подойдет большому количеству людей и который не будет вступать в конфликт с другими уходовыми средствами. Просто хороший базовый крем. Единственный минус данного средства заключается в том, что он все же плотноват. И, например, на лето я бы не уверена, что я хотела бы его использовать. Или если я поеду на море, я точно не возьму с собой этот крем. Но на остальные периоды в моей жизни данный крем очень даже подойдет. И последнее средство в данном наборе это сыворотка. Конкретно с данной сывороткой, честно скажу, у меня любви не сложилось. Да, она хорошо увлажняет кожу, но она довольно-таки долго впитывается и она очень плотная по консистенции. Это самая плотная сыворотка из тех, что я пробовала. В общем, для тех, кто любит сыворотки поплотнее, для тех данная сыворотка подойдет. Для тех, кто ищет сыворотки с хорошим, чистым, понятным составом, данное средство тоже подойдет. Но если вы ищете более легкие средства, то она, конечно же, не для вас. Дальше, дальше тоже очень много всего интересного. И давайте я вам покажу вот такую умывалку от бренда Neogen. Очень красивое оформление умывалки. Я, когда ее увидела, я просто не смогла пройти мимо. Я взяла вот такую умывалку с клюквой. И здесь плавает действительно клюква. Там также есть еще умывалка с черникой, где плавает черника. Есть умывалка с пшеницей, по-моему, с зеленым чаем. В общем, красивенные упаковки. И мне очень понравилось то, что у данной пенки очень нежный эффект. Она именно бережно и нежно очищает. Она не пересушивает кожу. Она не оставляет пленку на коже. Просто хорошее умывание, которое не нарушает пиаш-баланс. Которое не вызывает потом именно нарушение работы кожи. Она потом... Кожа потом не пересушена. И кожа потом не сильно жирнится. В общем, для меня лично это очень хорошая и работающая нежная пенка. Также я взяла два средства с календулой. Во-первых, это тоже средство от бренда Neogen. Это мицеллярная вода с календулой. Как видите, здесь очень симпатичное оформление тоже. И плавают лепестки календулы. Данная мицеллярная вода это хорошая, спокойная мицеллярная вода. Она не вызывает у кожи никакого раздражения. Хорошо смывает макияж. В общем, ничего особенного не могу сказать про мицеллярную воду. Она мне понравилась. Но при этом я не могу сказать, что это вот прям то, что вам нужно. Бегите и сейчас покупайте. Просто хорошая мицеллярная вода. Большого объема и которая не раздражает кожу. И еще одно средство с календулой это вот такой вот тоник от бренда Nosific. Тоже посмотрите на его оформление. Насколько это красиво, насколько это смотрится дорого-богато. Мне лично очень нравится. Данный тоник, как я уже сказала, он тоже с календулой. И он направлен на то, чтобы успокаивать вашу кожу. Я слышала мнение, что этот тоник это аналог тоника от Kiehl's. Не знаю, ничего не могу сказать про тоник Kiehl's. Я его не пробовала. Быть может это и аналог. Но данный тоник мне определенно понравился. Это хороший, приятный, увлажняющий тоник. Он действительно успокаивает кожу. На коже после его использования нет никакого раздражения. И он довольно-таки неплохо питает мою кожу. Из минусов могу выделить его цену. Цена у него немаленькая. Но при этом, когда я его брала, он стоил половину меньше. Там была очень хорошая скидка. Так вот, данный тоник лично для меня действительно оказался очень работающим. В нем много натуральных компонентов, которые направлены именно на успокоение. На увлажнение кожи. На то, чтобы снять с нее покраснение. В общем, действительно хороший тоник. Но я бы сказала, что он не подойдет для сухой кожи. Вот для моей кожи увлажнения достаточно. Также с сайта Style Korean у меня наконец-то появилась эссенция от бренда Misha. Из серии Time Revolution. Про данную эссенцию пил... Пил? Про данную эссенцию пел, наверное, каждый блогер. Все пели этой эссенции оду. Говорили, что она меняет качество кожи. Что если вы до этого не чувствовали никакого эффекта от эссенции, то теперь-то вы его почувствуете. В общем, что могу сказать про данное средство? У меня к нему отношение менялось на протяжении всего использования. Сначала, когда я его использовала, я действительно не видела никакого эффекта. То есть она увлажняла, но при этом она как-то долговато впитывалась. И при этом было ощущение то, что от нее эффект как от сыворотки. Но потом все же, мне кажется, начал именно действовать этот самый накопительный эффект. И я увидела то, что в целом у меня кожа стала более увлажненная. То, что данное средство действительно мощно увлажняло кожу. И именно для сухой кожи, я думаю, это то, что нужно. Но это ни в коем случае не замена тоника, и это ни в коем случае не замена сыворотки. Это именно промежуточный этап между тоником и сывороткой. Лично для меня данная эссенция сработала. Она достаточно экономно расходуется. Я ее наливаю в ладошку, растираю между руками и потом прихлопывающими движениями впечатываю в кожу. К слову, также я наношу вот этот тоник. Лично я для себя не жалею, что я приобрела эту эссенцию. Приобрету ли я ее второй раз, честно говоря, не знаю. Давайте договоримся так. Я вам расскажу об этом в пустых баночках, когда она у меня закончится. Также на сайте Style Korean я приобрела вот такой вот кушон от бренда Misha в оттенке 21. Данный кушон очень рекламировала Оля Red Autumn, очень сильно она его советовала. И я решила тоже попробовать, потому что, ну блин, мне же интересно. Я же такая ведомая, скажем так. Я пока что данный кушон не вскрывала, так как у меня сейчас есть несколько тональных средств на тестирование. И добавлять туда еще одно, пока что мне не нужно. Так что он спокойно лежит и ждет своего часа. И последнее, что я приобрела на сайте Style Korean, это вот такая маска от бренда Neogen. Это канадская глиняная маска, которая должна очищать поры. В состав, собственно, вот этой упаковочки входит сама маска и щеточка. Очень спорная маска, честно говоря, но я ее покупки не жалею. Ты наносишь эту маску и потом начинаешь ее массировать при помощи данной щеточки. И массировать ее нужно примерно 5 минут, пока вы не почувствуете, как лопаются какие-то там шарики, как написано в инструкции. Я лично не почувствовала лопания никаких шариков, но при этом экспириенс был очень даже забавный. Что могу сказать по поводу эффекта данной маски? Она кожу напитывала, она делала кожу светлее, отшелушивала кожу, потому что здесь обалденная щеточка. Кстати, щетка очень мягкая. И при этом она не то чтобы очищала поры, она, скажем так, делала их светлее, но при этом полностью она их не очищала. Например, черные точки с носа у меня так и не ушли. Но при этом, если сравнивать ту сторону, куда ты наносишь маску и не наносишь маску, черные точки с той стороны стали меньше. И при этом они потом очень легко удалялись. В общем, маска работает, но я бы все же сказала то, что лично для меня самым ценным приобретением в данной маске стала вот эта щеточка. Она мне настолько понравилась, у нее настолько мягкая, нежная щетинка, она вообще не травмирует кожу, она ни разу не колется. В общем, безумно, безумно приятная щетка, которую я теперь буду очень часто использовать, которой буду постоянно вот так вот массировать маски, и которая действительно будет помогать очищать поры. В общем, хорошее приобретение, но это вот не то, что вам нужно прям бежать и покупать. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!